У меня слышно? Да, слышно. Помолимся. Господи, молим Тебя, именем Иисуса Христа, распятого воскресшего, благослови наше занятие, не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сегодня 22 марта 2019 год. Мы проходим пособие по изучению Евангелия от Марка. Начало христианства и гонения горчичное зернышко. Христос соразмерял свои проповеди с пониманием и вместимостью слушателей. Иван Гелетана 6.12. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Он не давал отвлеченных сравнений, но объяснял, приноравливаясь к обстоятельствам, без всякого доктринерства. Как необходимо приноравливаться к уровню своих слушателей и стараться быть понятым ими. По прошлому занятию вопросы остались. Мы сейчас новый перекопчик начнем. Давайте вспомним немножко. Ну вот, притча сжатые. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, спит, встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. И дальше вот про зерно горчичное еще одна притча была. И про свечу, что ее никто не ставит под кровать. Благовестие на прошлом занятии говорили, что нужно слушать и сообщать другим. Ну вот, притча о горчичном зерне, мы не разбирались. Я думаю, может быть, стоит поговорить об этом. То есть, написано, что начало христианства и гонение горчичное зернышко. Какая связь между гонениями на христиан и вот этим горчичным зернышком? Кто может сказать, пожалуйста. Никто не желает простой, вроде бы, вопрос. Ну это слово сказанное, Божье. Оно очень малое. Оно может произрасти и дать большое такое растение, которое будет вокруг себя собирать всех. Это надо понимать и видеть то растение, чтобы соображать. А так сложно. Да, правильно, Сергей, подметил. Кровь христиан – это семя христианства. Максима Некрутенко кто-нибудь добавьте, что-то не могу я его... Но слово же это есть и проповедь. Ну, слово есть в проповеди. С гонениями как связано? Когда гонят же... Это какая там проповедь, когда гонят? Всех пересажали и проповедовать некому. Ну, когда гонят, это горечь, горчица, горчица, по поводу. Гонения с горчицей связали. Так горчичное зернышко-то там о горечи не говорится. Говорится, что оно малое. Малое. Ну, рассеявшиеся ходили и благовествовали. И таким образом ширился круг христиан. А христиане оружие в руки не должны брать. Вызывали на себя гонения. Вот это маленькая проповедь от каждого. И христианство росло, распространялось по всей земле. Ну, а если бы не гнали, что они бы не благовествовали, что ли? Благовествовали бы. Ну, а то вопрос я конкретно поставил. А какая связь между горчичным валом и зерном? Ну, зерно – это, понятно, слово Божие, проповедь разобрались. И гонениями на христиан. Вот Сергей Евтушенко пишет. Семя христианства – кровь христиан. Вопросительный знак и восклицательный. То есть, истина так, когда люди видят, что неверующие, что верующие готовы умереть за веру безропотно. Написано, как агнец, введен был на заклане. А овечка, она не ропщет, в отличие от поросенка. Не брыкается. Она плачет, и все, ее режет, и горло перевязает. И глядя на это, ну, человек содрогается. И что-то у него в душе переворачивается. Вот скоро будет 40 мучеников, день памяти. Вот, почитайте житие. Сегодня. Сегодня даже, да? Прошу прощения. Как раз вот то, что и проходим. Так, ну что, нет больше желающих сказать про это. Вот, что такое док-3. Доктринерство. Доктрина, что такое доктрина? Кто может быстро пояснить? То есть, он не давал облеченных сравнений, но объяснял, приноравливаясь к обстоятельствам, без всякого доктринерства. Как это понимать? Что, в Википедию заходить? Доктринерство, это слово доктрина. Я так понимаю, это замудренство? Ну, замудренство, да. Доктрина, философская, политическая, либо правовая теория, религиозная концепция, учение, система воззрения, руководящая теологический или политический принцип. То есть, это как бы в укор это ставится, этот принцип, философия, это, ну, как Христос говорит, погублю мудрость мудрецов. В простоте, будьте как дети. То есть, вот он и притчами говорил. У нас, помню, как-то с братом Владимировым был разговор на эту тему, все вспоминаю. А почему Христос притчами говорил? Почему притчами? Почему прямо не говорит? Почему так вот такое, как бы завуалированное такое? Ну, потому что образами, как бы, проще объясняться. Что? Вот нежели этими доктринами. Это, как бы, для простых людей он говорил. Для простых людей говорил, да. И вот Володя мне тоже говорит, ну, чтобы понятней было, чтобы простым людям было понятно. И я тогда второй вопрос задаю. А зачем тогда он после этого, если все понятно, наедине изъяснял? Он говорил, вам дано знать, то есть, те, кто возле него, которые принимают его учения, а остальным еще не дано, не вмещают, чтобы их не соблазнять. Не соблазнять чем? Дать время им еще, как сказать, дойти до такого состояния, чтобы уверовать. Проверял, может быть, их знания как-то. Их, как бы, это состояние духовное, готовность принять это все. То есть, с одной стороны, говорение о притчами, если Христос говорил о притчами, он желал, чтобы люди его понимали. То есть, тут написано, что приноравливался к уровню своих слушателей. То есть, ну, нужно немножко снизойти на ступеньку ниже, что ли, встать, говорить притчами. Ну, конечно. Там это, тем более, они там все привыкли от фарисеев всякие эти. Или говорить о притче. Для того, чтобы заинтересовать. То есть, когда человек просто рассказывает, ну, это не совсем интересно. А когда заинтригуешь какой-то притчей, тогда у людей проявляется интерес у определенного типа людей, которые избранные Богом для спасения, а которые не избранные, очерствело, грубило сердце, те и не слушают. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Дьявол похищает, написано. Одного птицы поклевали, другого корня нету. Временами веруют, другими не веруют. Ну, разобрались вроде. Игнать Тихонович, вы там руку не поднимаете, а то я не вижу вас. А потом будете говорить, что я вам слова не дал. Сказать у вас нечего? Нету. Все понятно. Идем дальше тогда. Евангелие от Марка. Четвертая глава с 35 по 41 стихи. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглаве. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И упаялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Предлагается смотреть от Матфея 8.23. Давайте заглянем. Ну, это как параллельные места, так скажем. У Матфея об этом же говорится. Вот. И то же самое, как я понимаю, говорится и у Луки. Галилейское море лежит на 220 метров ниже уровня Средиземного моря. И известно своими внезапными шквалами, стремительно налетающими с холмов. Лука 8.23. Ну, видимо, о буре говорится. Давайте заглянем. И подойдя, разбудили его и сказали «Наставник, наставник, погибаем!» Он встал, запретил ветру и волнению воды и перестали, и сделалась тишина. То есть, действительно, шторм был такой силы, что наводил ужас на учеников. Они действительно испугались, закричали «Погибаем!» Что же Христос в ответ упрекает их за неверие? Вот. Боязливы и нет веры. Какая связь между боязнью и отсутствием веры? Кто может сказать? Ну, поактивнее давайте. Почему они боялись? Он назвал бы их трусами. Но Христос был рядом. А почему они на Него-то не надеялись, на Него не уверовали? Вот и отсутствие веры. Надеялись на Него в чем? В том, что Он поможет, в том, что и мы надеемся во всем на Него. Как они? Но чего они испугались? Бури же испугались. Бури. Ну, а мы чего можем испугаться? Мы же не на корабле. Да все, что угодно может случиться. Испугались того, что они утонут, погибнут. Они, погибаем. То есть, они испугались смерти. А Он их упрекает за неверие. За неверие в то, что Господь силен их избавить от смерти. Спасти. Он же Спаситель. Иисус Спаситель. Если вы верите в Меня как в Спасителя, что же вы кричите, что погибаем. Вот. И после этого этих двух вопросов, что вы так боязливы, как у вас нет веры, они убоялись страхом великим от чего? От того, что этот человек, Сын Божий, и ветер, и море повинуются ему. Действительно. по крайней мере, четверо были опытные рыбаки, но и они растерялись. То есть, им, видимо, приходилось попадать в штормы, коль они в силу географии были чисты, как нам пишут. Никакие технические приемы не помогают. Еще несколько минут, и лодка пойдет ко дну. Среди этой бури Христос, утомившись от работы, спокойно спит на скамейке на корме лодки. Боязнь и вера, по его словам, несовместимы. Где одно начинается, там кончается другое. Христианин никогда не должен бояться. Бояться всегда грешно. Римлянам 14 глава 23 стих. Осомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Ну, давайте вот этот римлянам разберем. В чем сомневается, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. О чем там речь, кто может вспомнить? Ну, никто не знает. сомневающийся, впереди о страхе говорится, то есть и этого. Об идоложертвенном говорится здесь, о римлянам. Вспоминайте, что одни ели идоложертвенное, они не боялись, они точно знали, что идол в мире есть ничто, если он идоложертвенное мясо съест, то ему ничего не будет. А другие сомневались, а вдруг что-то будет. И вот апостол Павел этих римлян его упрекает, то есть сомневающийся в том, что идол может ему навредить, но все же ест это мясо идоложертвенное, вот это грех, он осуждается. Осуждается не потому, что есть идоложертвенное, потому что сомневается, что она может ему верить, то есть он боится того, что идол ему может повредить, вот это вот страх, а этот страх осуждается, как неверие, потому что не верит, идол в мире есть ничто, но если у меня сомнения, что если я съем идоложертвенную какую-нибудь, что-то сейчас жертву приносит, мусульманского барана, допустим, друзья мусульмане, приехали в гости, родственники, ну так бывает, допустим, у нас страна многонациональная, и вот какая там байрам у них, ну и предлагает тебе христианину, съешь, и ты знаешь, что рядом другой христианин, который, как, это же их не вера, это че, давай не будем есть, ничего не будет, ну ладно, я хоть и сомневаюсь, но съем за тобой, так вот тот, который первый съел, он мне не осуждается, он четко верит, что ничего не будет от того и доложат, но если рядом сомневающийся и он ест на соблазну, он осуждается тоже, а тот, который сомневается, что и ест, тоже осуждается, что не поверит, нету, чистой веры, ты или веришь, или не веришь, а то, 1 Иоанна 4,18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви, казалось бы, противоречие, впереди боязнь осуждается, а здесь боязнь что-то, да, нет, и там, и там грешно, бояться, да, грешно, а когда, есть такое еще понятие, бесстрашие, когда человек Бога не боится, вот этот страшный грех, когда, начало мудрости, страх Господень, два разных страха, и сектанты, они неправильно стих истолковывают, мы, говорит, мы не рабы, рабы это такой подневольный, который боятся своего хозяина, мы дети, усыновленные, мы уже на небесах сидим, ножки свесили на облаках, такие довольные, счастливые, мы поверили, потому что, совершенная любовь изгоняет страх, нет у нас страха, мы Бога не боимся, мы не рабы, так они рассуждают, потому что, в страхе есть мучение, это вы православные, мучаетесь, грешные, супер грешные, а мы уже не грешим, мы совершенны в любви, так они рассуждают, начало мудрости, страх Господень, если у тебя начало мудрости, если ты в начале Бога не боялся, не боялся огорчить его, ну и вообще, как Бога можно не бояться, он творец неба и земли, он владыка, как, если его не бояться, то ты и греха не боишься, а что же это совершенная любовь, которая изгоняет страх, а когда ты уже, грех не делаешь, не из-за страха наказания, а из-за любви к Отцу Небесному, если отец попросил там, что-то, иди там, сделай что-то, ты знаешь, ну то ли пойти, то ли не пойти, если не пойду, ремня даст, это из-за страха, пошел, сделал, управился там, или еще что-то, а другому и говорить не надо, отец еще подумать не успел, он уже все сделал, все выполнил, потому что любовь у него, совершенная любовь к Отцу, он делает из любви к Отцу, из желания ему угодить, а не из-за страха наказания, вот о чем здесь, вот, боящийся несовершенен в любви, но это вовсе не говорит о том, что нам теперь не нужно бояться Бога, нужно и Бога бояться, и любить одновременно, так это вроде как антонимы, нет, не антонимы, написано, Бог кого любит, того и наказывает, да как же ты нас берешь, тогда не любишь, написано, кого любит, того наказывает, кого не наказывает, того не любит, какой-то радуйся, когда бог наказывает утешайся эти послание кремлина 8 глава 28 38 39 стихи при том знаем что любящим бога призванным по его изволению все содействует к благу ибо я уверен что не смерть не жизнь и ангелы не начала не силы не настоящие не будущее не высота не глубина не другая какая тварь не может отлучить нас от любви божией во христе иисусе господи наш близость христа не избавляет от возможности бурь и опасностей вот это тоже нам надо усвоить христос лодки сидел однако буря случилось и а для чего это будет случился вот до испытания веры мы молитвенно наш молимся но не веди нас в искушение то есть не испытывая нас мы можем не выдержать эти испытания как-нибудь так вот из скромности своей просит но избавь нас от лукавого чтобы лукавый нас не не увел в сторону силой божией мы спасаемся не своей собственной силой все думают что ты своей собственной силой спасаешься от греха ну а значит христос напрасно умят брат можно добавить а конечно я предыдущий о страхе божьем вот я меня не надо беседы получается с протестантом от которых и места писания приводил что они приводят что мы дети божьи мы у нас нет не должно быть никакого страха вот я для себя выписал могу чтоб говорится поделиться можете себе записать где говорится о страхе божьем именно апостол павел очень часто упоминает филиппийцам 2 глава 12 стих могут со страхом 3 под трепетом совершайте свое спасение притом спасение то есть ты не спасена ты совершаешь это спасение на этот стих писания 2 не ответ что ты спасены в надежде как говорится еще раз филиппийцам 2 2 12 итак возлюблены мои как и ну да 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 все увидел послушные только в присутствием и но гораздо более ныне во время отсутствие моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение потом евреям 1228 евреям 1228 так мы приемля царство непоколебимое будем хранить благодать которую будем служить благоугодно богу с благоговением и страхом да потом иуда 123 послание иуда 123 у меня получилось сейчас скажу 6 мест писания примерно на котором можно спокойно беседовать с протестантами о страхе божьем именно из нового завета то есть они старый завет каба отвергает а то все было старым ветхим завете а тут доказательства именно из нового завета для них вот иуда 123 хороший стих тоже прочти его а других страхом спасайте и сторга изо дня обличайте же со страхом гнушаясь даже одеждой которая сквернена плотью два раза упоминается страхом спасать и обличайте со страхом то есть нагоняйте страх говорите младене огненной а а иных а других написано других значит вот есть такая категория людей которые нету страх да потом 1 петра 1 17 1 петра 1 глава 17 стих если вы называете отцом того который нелицеприятно судит каждого по делам то со страхом проводите время странствования вашего странствования транспорта вот один вот я у меня была беседа один раз в автобусе еду а зашел у меня зимой было дело зашел меня борода вся белая и одна женщина сидит горит о дед мороз зашел нам такая засмеялась и вот я гру ну гру если бы мужчины граммели страх божий они грубую не брилился бороды то сейчас грубым никаких дед мороза прикладывать бород это не надо было бы белые вот а там женщина сидит другая уже на другом ряду она такая а бог есть любовь такая сразу на меня бог есть любовь не надо людей пугать страхом и рука тут на написано же гуру 2 коринфянам 5 11 вот открою 2 коринфянам 5 11 я единственно до места описания вот это запомнил а потом домой пришел еще более подробно выписал себе и так зная страх господень мы вразумляем людей богу же мы открыто надеюсь что открыты и вашим совестям вот у меня вопрос вот страх господень мне вот не совсем ясно вот это вот окончание господень страх Господа, мне понятно, а страх Господень, то есть, Господень отвечает на вопрос чей, страх чей, Господень, а по смыслу страх кого, то есть, кого мы должны бояться, Господа, тут как бы страх Господень, ну да, это от него исходящий страх, как бы получается, да, он ему принадлежит, и мы его боимся, то есть, в таком смысле понимать надо, да? Да, здесь Господь вкладывал смысл, это первая притча 1.7, начало мудрости, страх Господень, одно и то же, окончание-то, речь идет о том, что Господь, какой тебе страх вложил, вот этим страхом ты должен бояться, вот, например, есть, например, я сейчас не помню, какой, вроде, не каноническая книга, у кого-то там в стирах или где, например, что можно стыдиться, а что нельзя стыдиться, и он объясняет по порядку, с чего стыдиться надо, а с чего не надо стыдиться, потому что бывает ложный стыд, и также здесь бывает ложный страх, и вот надо знать страх Господень, на который Господь нам через слово свое показывает, чего мы должны бояться, кого мы должны бояться, например, бойтесь того, кто может и душу погубить, и тело, а не бойтесь тех, кто только могут тело погубить, а души уже им не подвластны, тоже о страхе Божьем говорится как надо бояться этот страх Господень, он каждому при рождении дается это, может быть, это совесть которого есть у каждого, или ну и это не исключение, брат, дело в том, что еще страх Господень, он прививается человеку то есть, научается, ты научаешь ему, как ей бояться Бога в чем она заключается то есть, в первую очередь, это бояться согрешить перед Богом это одно из первых, что а как спасать страхом, вот бабушки внучата, как страхом спасают, не матерись, а то вот будешь, воду тебя черти за язык будут крючками подвешивать и будешь сидеть а для ребенка это достаточно? ты что, маленького ребенка не был, что ли? на сковородке будут тебя жарить ты же, когда ребенок маленький, ты все впитываешь, как губка вот, например, я уверовал, когда в 2005 году я все, то, что верующие мне говорили, братья, вот хорошо, что Господь дал, я благодарю Бога, что таких учителей и наставников, которые имели страх Божий и имели любовь к Слову Божьему я от них все впитывал, как губка это же ребенок маленький, когда впитывает от родителей своих значит, когда сектант говорит, что Бог есть любовь и не нагоняйте на него страх, это говорит о его бесстрашии и бессовестности вот Бог любит грешников, кающихся, то есть, который уже покаялся, который уже столько страха на него Господь навел, столько слез пролил, тогда он уже может стать совершенным в любви и уже совершенно любовь изгоняет страх то есть, изгоняет то есть, он и остается, но он уже как бы не такой я еще, брат, мне это рассказал можно, да, встать? да вот этот случай, женщина в автобусе я еще ищу, еще какие это места из Библии, говорю, например Бог есть любовь, да и аминь а как златуус говорит, Бог есть любовь а этот Бог есть любовь, потопил мир опять же по любви своей там, Содом и Гоморра сжег когда эти места в Писании привел, плюс из Нового Завета доказательства, как говорили апостолы она в конце сказала, аминь да Бог, кого любит, того и наказывает еще раз говорю а тут даже не наказываю просто страх нагоняют страх наказания, как ребенка ай-яй-яй, бабайка придет тебя заберет вот он начинает пугать ну, думаю, достаточно на эту тему побеседовали о страхе понятно, все я думаю дальше бабайка по-татарски дедушка дедушка ну, правильно, это написано ветхие днями он придет и заберет господь бойтесь того, кто и тело и душу может так-то они правильно но у них свой там бабайка наверное, все-таки они не имеют господа то если бы бабушки были богобоязин они бы не бабайки пугали а именно, да а по чувашке бабайка это бабушка Близость к Христа не избавляет от возможности буря опасности дай аминь 2 коринфянам 11 глава 23-31 стих служовы служители в безумии говорю я больше я гораздо более был в трудах безмерно в ранах более в темницах и многократно при смерти бог и отец господа нашего Иисуса Христа благословенные вовеки знает что я не лгу да явно в прелести был Павел когда писал эти слова сначала бы сказали бы миссионерские отделы гордец в прелести пишет все это превозносится над другими я более всех потрудился а кто это говорит такими словами правильно Максим Степаненко заметил бездарные личности завистливые которые ничего не делают и другим не дают только ролики могут обличить и Лапкина составляет заняться больше мечем пошли бы лучше благовествовали бы в рулетке а чего они там наблаговествуют то если веры то нету никакой одна зависть только да лень да невежество Брат ты помнишь на елке то мужчина то к нам подошел то типа а зачем вы тут ходите раздаете евангелие я ему предложил я говорю лучше бы вставали рядом раздавали бы а зачем мне это надо так удивил Саша а зачем мне это надо главное мне зачем мне это надо не сказал бы а чем я другим могу помочь а мне это зачем эгоист окаянный сам не раздает и другим не дает это выглядит баптист из Библии мы православные в монастырях сидим с теплыми палатами золотыми унитазами золотыми унитазами золотыми унитазами молясь господу прощая его помощи и выходишь непобедимым из этого испытания непобедимым дьяволом ты еще полнее начинаешь ему доверяться зная что господь поможет даже если тебя из этой ямы вытащил то уж маленькая испытаница уже и как бы и незаметно уже с благодарностью принимаешь и радуешься вот господь утешает что говоря я победил мир раз господь победил то и мы христиане взирая на нашего господа и подражая ему тоже можем опять же говорю не сами но с его помощью прося как хананьянка и псы едят крохи под ногами господ своих признать себя псом нужно нищим духом тогда будет помощь божия а если как сектант я уже спасенный на облаке сижу я там уже главная вера это и дел никаких не надо и какая-то вера описание мертвая вера без дел мертва ты делами должен доказать свою веру а если ты делами не доказываешь свою веру лжец просто лицемер хочешь казаться белым и пушистым а как нужно а вот как апостолы часто в посте в гонениях в голоде в холоде в темницах псалом 22 с первого по четвертой стихи господь пастырь мой я ни в чем не буду нуждаться он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим подкрепляет душу мою направляет меня на стези правды ради имени своего его если я пойду и долину и смертной тени не убоюсь зла потому что ты со мной твой жезл и твой посох они успокаивают меня да имени евреям 13 глава с пятого по восьмой стихи евреям 13 глава с пятого по восьмой видно тебе ну-ка читай евреям 13 глава с пятого по восьмой стихи имейте нрав несравлюбивый довольствуйтесь тем что есть ибо сам сказал не оставлю тебя и не покину тебя так что мы смело говорим господь мне помощник и не убоюсь что сделает мне человек поминайте наставниках ваших которые проповедовали вам слово божие и взирая на кончину их жизни продолжайте вере их подражайте вере их иисус христос вчера и всегда и вовеки тот же вчера и сегодня и вовеки тот же да и аминь взирая на кончину их жизни какая кончина у наставников бывает часто мученическая кончина и взирая на кончину их жизни мы понимаем что раз наставник не боялся смерти его вера то есть вера в то что Господь его воскресит написанное перепиливаемые пыли даже пилили апостолов деревянной пилочке чтоб больнее был вопрос у кого по прочитанному есть вот и дальше еще говорится он усмирять может и буря внутри человека вот о чем сестры говорили что буря внутри что это за буря внутри человека гнев раздражение злопамятство желание отомстить буря да не зайдет солнце во гневе вашим сложишься спать если что-то даже вспомнишь кто имеет на тебя не ты на тебя вдруг даже не знаешь обидел иди примирись перед тем как милостыню богу приносить идти в храм молиться и здесь тут и так же при заходе что он сюда не зайдет солнце во гневе вашем помолился вспомнил что господь прощал даже тех которые распинали тебя даже там гвозди ты тебе никто не забивал руки в ноги просто там обидное слово сказали а внутри все кипит свое я вылазить врагами был вот так нет по прочитанному все понятно давайте дальше разбирать следующий перекоп евангелие от марка 5 глава с 1 по 20 стихи и пришли на другой берег моря в страну гадаринскую и когда вышел из лодки тотчас встретил его вышедший из гробов человека держимую нечистым духом он имел жилище в гробах и никто не мог его связать даже цепями потому что многократно был он с ковом оковами и цепями но разрывал цепи и разбивал оковы и никто не в силах был укротить его всегда ночью и днем в горах и кричал он и бился о камни увидев же иисуса издалека прибежал и поклонился ему и скричал громким голосом сказал что тебе до меня иисус сын бога всевышнего заклинаю тебя богом не мучь меня ибо иисус сказал ему выйди дух нечистый из всего человека и спросил его как тебе имя и он сказал ответ легион имя мне потому что нас много и много просили его чтобы не высылал их вон из страны той послой же там при горе большое стадо свиней и просили его все бесы говорят пошли нас свиней чтобы нам войти в них и суд то иисус тотчас позволил им и нечистые духи выйдя вошли в свиней и устремилась стадо скрутизны в море а их было около двух тысяч и потонули в море пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях и жители вышли посмотреть что случилось приходят к иисусу и видят что бесновавшийся в котором был легион сидит и одет и здравом уме и устрашились видевшие рассказали им о том как это произошло с бесноватым и о свиньях и начали просить его чтобы отошел от пределов их когда он вошел лодку бесновавшийся просил его чтобы быть с ним но иисус не дозволил ему а сказал иди домой к своим и расскажи им что сотворил с тобою господь и как помиловал тебя и пошел и начал проповедовать в десятиграде что сотворил с ним иисус и все дивились параллельные места евангелие от матфея 8 глава 28 по 34 и у луки об этом говорится тоже в 8 главе но с 26 по 39 стих в древнее время все случаи эпилепсии психического расстройства приписывали духовным причинам какое мучительное состояние бесноватого как бесполезны все внешние человеческие средства когда недуг внутреннего духовного свойства христос позволил песам войти в свиней может быть потому чтобы доказать что это не был случай психического расстройства но действительной бесноватости а может для гадаринских жителей чтобы их разбудить и духовно некоторые люди только тогда пробуждаются когда их бьешь по карман даже внешность переменилась когда переменился дух как бесполезно внешняя реформа когда внутренний человек остается прежним вот то есть присутствующих кто-нибудь сталкивался с подобным всему когда человек действительно без над бесноватый сексе или все психические расстройства у него были и вдруг он становился нормально а мой приходилось наблюдать приходилось у меня даже живет это подружка но и не исцелилась и на вычетках было это дно так и болящее до сих пор а за это мы читали что вот это господь иисус разрешил войти в свиней почему пища была нечистивая они же не ели свиней и зато он разрешила войти в это свиней аминь но но сегодня так тогда свиней потому что их не 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 ели то есть она была нечистая животное типа если бы после барана то есть если бы бараны паслись то он был баранов этих свиней не послал потому что их могли бы съесть и опять этими баранами заразиться опять эти бы бесов вошли так так что можно осуждать а если не ели то зачем их разводили тоже логичный вопрос на продажу они продавали их продавали продавали ну они же были скажешь бы так отошлись от бога еще раз не расслышал ну они же эти шеи то стороны аж бы от отошли же от бога гадаринцы ну да но если они от бога отошли значит они ели этих свиней ну да они же ели ешь этих свиней ты говоришь нет ели а иисус ну а это для израильтян же нельзя было и вот это он разрешил лишь войти кто наш это нечистое животное а зачем им вообще свиней входить если они все равно скрутизны и падают море умирают и как бы на последних делают вред понимает вред они хоть как-то делают вред если они уничтожили жить свиней и потом же жители попросили иисуса чтобы он не входил к ней почему же и потом же иисус не взял же того исцеленного что говорит иди и рассказывай что с тобой сделал господь да вот никита готового просто взять этих бесов сразу отправить в преисподнюю где вместо зачем свиней это пример я пример того что иначе бы люди ну как они же духи вот чтобы мы не были свиньями вот чтобы эти злобные духи как бы у нас не вошли о том искру десны моря не нас эти же духи то они и в огонь написано и воды куда только не не это слабо еще не мечете бисер перед свиньями но здесь я не знаю какая совместимость кадринскими свиньями этим стихом не улавливаю может кто-то там свиньи там свиньи свиньями это называются христиане живущие по-свински лжебратья такие вот перед ними бисер не надо метать что значит метание бисера это вот глубины христианства вот филакт болгарский объясняет так чтобы попускает им войти в свиней и они погубляют этих свиней таким же образом они погубят человека если человек если в человека они войдут бесы на примере свиней он показывает что он и людей погиб погубит таким же образом да только вот для примера для наглядного примера люди видели этого бесноватого все понимали что в нем нечистый дух это нечистый не один даже духе легион в одном человеке целое стадо свиней таких вот хрюкающих сидела они вот вышли весы этих животных несчастных как бы сейчас зоозащитники подсказали погубили бы и вот вышли эти зоозащитники и иди отсюда нежен не нужен ты нам такой мы свинюшек любим нам жалко а ты живодер проклятый на хантер он бизнес им обломал а а можно еще блаженный пётр христалок зачитать тоже дополнение там так и что же не код отдал бесам это если можно на экран а сейчас да у меня тут только два экрана может быть сейчас я свой отключу пока видно сейчас да можно погромче сделать текст полтор плюс блаженный пётр пресс-христалок и он сказал им идите ничтожный скот отдан бесам не потому что те этого хотят но чтобы этим действием показать сколь свирепствуют демоны в человеке сколь настойчиво добиваются смерти людей те которые просили столько свиней чтобы погубить и все что существует действует движется и живет демоны стремятся погубить а не обладать им никто не может себе этого представить против человеческого рода уготована древняя вражда неугасимый гнев и злоба демоны не отступают пока не побеждены и они могут причинять вред если только им это позволить поэтому бог и отдает бесам ничтожный скот чтобы ясно показать что бесам не позволено входить в людей хотя они могут входить свиней нашими пороками мы даем им возможность вредить также как нашими добродетелями попираем шеи демонов во славу христа паси христос так ну вот еще предлагается матфея 12 глава 43 по 46 стихи когда нечистый дух выйдет из человека то ходит по безводным местам ища покоя и не находит тогда говорит возвращусь в дом мой откуда я вышел и придя находит его незамятым выметенным убранным тогда идет и берет собой семь других духов злейших себя и войдя живут там и бывает для человека того последнее хуже первого так будет и с этим злым родом а что значит вот вот нечистый дух выйдет из человека что сам выходит или по молитве кого-то или уже сам то не выйдет его выгонять надо ему там очень комфортно он знает что это его дом найдет его выметенным убранным что значит выметенным убранным можно здесь имеется ввиду крещение в таинстве крещения же и вода освещается и батюшка молитву считает на изгнание бесов но и в тушенкой ты написал пост и молитва при крещении выходит до без выходит при крещении по молитве священника а бывает люди принимают крещение меняться не меняются дом то их они походят эти без и походят дай-ка думать назад верну то есть они не в свиней никуда они вот они здесь существует но еще и 7 где-то набрали из каких-то свиней не достали или откуда они друзья так день и тут шарятся по земле написано дьявол ходит как рыкающий лев и щекова поглотить их легионы то вы метен ему убрана то есть он заходит обратно человека за как-то может заглянуть во внутрь вот нету там бесов и убраны там все все там батюшка молитву прочитал всех изгнал мне кажется не совсем так не то что батюшка прочитала порядок то бесовский то вот чем дело да 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 где порядок бесовский но он когда без приходит и говорит что все убрано вылетено так это с его точки зрения убрана это бесовский порядок у человека он ведь что человек не перестал делать то что делал и входит тогда в него нет тут впереди написано находит его незанятым а дальше запятая выметенному убранным но не занятым кем знать богом не заняты значит я могу заходить по моему мнению это что когда бесов чистое не ходит и у них свой у них свойство то в грязи наверно все таки там тут все таки место было прибрано вымото все в доме для того чтобы вошел туда дух святой а но святой не вошел почему она не пустила у человека себя не было или добрых дел горящий светильники светильник погас может быть помните притчу о десяти девах всем было 5 мудрых и 5 глупых человек думал я приму крещение и дальше как жил так и буду жить а потом почему-то все злее да злее становится пример брат у нас один не буду его пока называть все ведь меня тут мучают без этого злобным становлюсь дерусь в драку кидасту врачом работает врач больных может лупашить направо и налево я там до самым иногда грешным делом тоже могу подговориться это не сдержаться но тут прям вообще может мне ведь крещение принять всех это ты сначала никак отговаривал ушел принял я с ним беседовал ну еще помогло тянет не помогло еще хуже стало тогда как раз тот пример привели место писания там речь идет о том что человек когда уверовал дух святой его очистил от бесов а потом дальнейшего человек ослабел то есть потерял бдение страх господь и начал грешить и вот эти вот уже без возвращаться при том уже 7 злещих не возвращается и входит в это человека и с ним бывает хуже чем было до этого когда его господь очистил от этого понятно можно сказать да можно ну вот и вот по поводу еще можем понимать и так как вот брат говорил что вымытым и убранным это вымытым и убран от добродетели то есть вначале-то очистен он был а потом он то есть с точки зрения бесовской именно это было видно то есть он вымытым и убран от добродетелей и их нету и тогда он уже берет входит в порядок с точки зрения бесов и он входит такое тоже понимание есть конечно для бесов лучше когда он не занятый ну еще и вымытены и убраны чем если не заняты и там грязно и не убрана в доме мы имеем ввиду что там пыль грязь уборка не сделано так но не суть важно главное смысл что не заняты и заняты кем богом человек это у меня вера в душе такая вера бесовская то есть вроде верит а дел доказывающих веру нету поэтому светильник гаснет нету добродетели есть такая поговорка не бывает пусто поэтому если ты не заполняешь это место божественным то туда придет бесовская да так у нас прошел час уже пожалуйста вопросы когда тихо ничего задавайте сергей это вначале написал по поводу вашего разговора вот мужик мужчины который то ли бесноватый то ли прикидывался вопрос такой когда с таким сталкиваешься то есть вы несколько там на эмоции как бы ему говорите там из иди из него там именем креста а нужно ли вообще эмоции подключать вот есть таким сталкиваешься может это нас просто из равновесия выводит и и это не надо наоборот спокойно сказал ему и все я думаю брат сергий просто растерялся в такой ситуации страшно становится как он себя вел этот человек страшно надо было конечно эту молитву до воскреснет бог рада читать до конца мне даже страшно смотреть было он воочию его видел ужас один но есть библии место враг всякая правда сын дьявола доколе будешь совращать в пути с путей господних помните это место ну спокойном ли духе такая человек говорил после чего я стал ну так яростно что ли молиться когда он сказал что я перед смертью еще других заразу спидом успею совом этом году скучно будет конкретно не помню в каком месте но я уже чувствовал что человек как бы надо как-то менять написано иных страхом спасать и спокойно разговариваешь видно что дальше наглеет наглеет когда приходится страху нагонять если он тогда уже и страх гиены не спас не спасает если его обещание будущих благ не не волнует и страх не волнует и ничего конечно да я растерялся я впервые в жизни столкнулся с такой мерзостью я никогда с такими людьми не разговаривал я увидел я был ужас и в шоке потом еще два дня ходил как мне хотелось просто пойти куда-то в баню попариться помыться от этой всей мразоты это там еще брат хорошо отредактировал там за закрыто было чем там делал тресном своими прости господи гениталиями задницами крутил там вот и тут как бы разбирали они рахиль как бы то надо было его как бы и молиться о нем выключить и все и все я растерялся ты столкнулся с маньяком вячеслав ну действительно то есть он маньяк одержимый бесами которому который хочет вот прям за собой еще вот всех потащить ну да похоже прям его как будто вот без из него рвется там были кадра может быть вы обратили внимание мне показалось что без начинает из него выходить его бед я на минуту на секунду засомневался что ты можешь победить меня и дальше потом начинает и издеваться надо у тебя ничего не получилось да это ты сам виноват и не захотел этого говорят святые никто не я не бог тебе не поможет это сам этого не захочешь то будет веровать и креститься спасен будет а вера у него нет такой бы покаясь еще чего удачи бита бога нет какой господь его не верит он не он не свинья даже он пёс пёс внешний не не верующий выкурил церковь божия у нее не ходил даже не значит такой так тут не подключить надо поступили в этот момент вопрос игнатию тихонычу как бы вы поступили а в чем дело распал ну вот этим садомитом как выбор разговаривали гнати тихоныч и не стали говорить ему что-то достал говорить конечно сразу по полной программе был выдал что говорит писание что говорит христос что его ждет раз момент попался на счет дави его и все уже стоит на нашем канале ролики нет у нас его нет у сергея на моем канале стоит и здесь в группе я ссылку кидал я его в одноклассники кинула самой страшно стала ужас ну не бойтесь убивающих тел а он действительно намерен тела уговорит перед смертью еще заражу всех если заболели спидом представляешь какое состояние сергей надо все молитвы читать вслух и громко и библию читал тихо вот где-то стоял молча но я понимаю твое состояние но мне кажется надо не молчать вот как игнати тихоныч говорит и говорит вот надо было так его прям не давать ему хмыляться и хихикать каждый вне себя героем видя бой со стороны да прости меня грешные вот прощаю рахи лучше помолчал бы ничего не говорил я не молчал я молился в это время я вижу с ним ничего делать и и как и на тихо начну вот вопрос вы сталкивались с таким бесноватыми явно и если да то стоит ли спокойно молиться или можно как-то эмоции там эмоции они сами себе я даже не представляю тоже да сергей опять тяжесть я видел так бесноватых издалека на начатке они приезжали киево-печерскую лавру но это страшное дело их там корежек вообще некоторые в наручнику просто именно наше поведение то какое должно быть в идеале что и батюшка его еще и чем-то там лупит по спине там другой каким-то веником или через гоняет их у меня мама всегда наверно воскресенье вера берет и по спине меня бьет гербахлёст вербахлёст бей до слез у них это поверить такой по моему действительно что-то связано созданием нечистых духов и на тихо не чувствовал видите уже начал стал то вы дальше разбирали горчичное зерно то так и не до разбирались а а гонение будет как будет например истории говорят как как раз в гонение церковь расцветала это доказательство 249 году положение церкви было обмерщенное все люди детей там университета дают везде все живут так и вдруг пришел деки деки император военный переворот фунта военная он как ударил сразу объявил войну христианам одна пыль пошла отрекаться начали но церковь обновилась за три года полностью и увеличилась а у него там новый мятеж его убили все пятьдесят первом году его уже не стало и вот сейчас допустим ну было как при советской власти вот батюшка говорит едешь говорит но обязательно люди подходят спрашивают что-то сейчас никто ни один человек не падает только одна бабка кала храма там набрала денег-то напилась и батюшка подними меня больше никто и поэтому лучшие моменты моей жизни самые такие огненные были это тюрьма и больница когда на операционном столе был а тут постепенно каждый день цвета ну конечно дай бог мирное время научиться и правильно пользоваться это первое горчичная мало но малое слово то дальше то начни малые да еще уменьшают мало верующих а их еще ловит убивают совсем ясно дело конец пришел христианам то но слово божие говорит рот сей не придет христианский рот так и получилось а кто гнал гонители верили прослабляли артимиды и пеской ни одного храма нет нигде нету а христиане известно да если бы еще жили то как положено борис уже не первый раз чат рулетку нам тут показываете аккуратнее можем привыкли но спасибо что вы озвучили все спасибо большое вам очень благодарю вас вот никто не сказал только вы но я извиняюсь извиняю вы меня тоже простите но просто уже не первый раз я поэтому уж сказал как кадушки на юру добавьте я чуть не могу его никак звонил мне я в чат кинул ссылку да здесь я уже есть мир мир всем да не получается постоянно выходить к вам ну вот с опозданием на вышел а кто вас подсоединил я же обратился к сергею пупков сейчас я ну набрал звонок и подключить подсоединили спрашиваю кто я сам я попытался ну получилось получилось слава богу я здесь показалось что не получилось ну ладно все это вот обновили программу такая она неудачно помолитесь чтобы skype какая-то новая была программа так неудобно раньше все так просто был раз раз накидал сейчас столько времени и чтобы нам сделали чтобы больше 24 чтобы не ограничено число каждый раз это мучение такие сергей павлович у меня к тебе вопрос маленький как ты как ты нашел этого садомита как как ты как ты живой остался после этой беседы до чего за этого садомита ты живой как видишь живой ты больше не рискуй потому что можешь погибнуть ты что такие где ты его нашел вообще зачем ты его надо не разговаривать такими людьми тот кто у нас больше того кто в мире я не должен бояться и должен но в нем он все он пока он живой вот человек человек создал по образу и подобию божию то есть я до этого просто также относился к ним с презрением и с ненавистью даже таким людям пока не увидел в интернете ролик беседы раскаянного садомита которого господь простил которое прекратилось делать непотребствия который пошел благовествовать о христе мне стало стыдно за моё вот это отношение к этим людям я их не считал за людей просто думал что это скоты как так же как и у евреи богоизбранный народ считают язычников скотами в человеческих обличиях вот я тоже также к этой категории относился мне сейчас стыдно за это потому что господь силен простите этот грех и неизвестно еще дальше что с этим садомитом будет а может он через месяц будет здесь с нами раскаянные об этой в крещении сиденье откуда мы знаем она вряд ли он настолько не судите прежде времени никак судите прежде времени никак мне тоже кажется что вера у меня в это нет и молитва не идет ну вот так что но было мне конечно не по себе и ладно что было тупым прости господи и посеял возвести его дальше взойдет не зайдет уже на моего они сеют так ничего и не будет а а тут 50 на 50 хотя не верится вот и 50 на 50 но один шанс из тысячи значит уже даже одна душа спасется это надо бакси конечно то почву каменистая там не понять какая понятно что семя не в плодородную землю упала интересно вот он отыскал я вас ненавижу это я слышал тоже есть но в ю тубе полно этих роликов про бесноват они это выкрикивают тоже что мы вас христиан ненавидим прям у них это рвется то есть у них вот это совпаде совпадение произошло я до этого видел такими нажималными такими он начал таташка дела там так вот они разговаривают такие у них все они такие аккуратные там все и чистенькие такие как бы все бог есть любовь она может сказать что мог велел плодиться и размножаться и не блудить и наслаждаться так 1 коринфянам 6 глава 9 10 стихи не обманывайтесь не блудники не доллослужители не прелюбодеи не малаки не мужеложники не воры не лихонимцы не пьяницы не злоречивые хищники царство божие не наследует да и аминь армии по стих мытари блудники вперед вас войдут царство и божие не читал что-то этот стих не берешь борис семенович я все учета не нужно одиноко смотреть 1 бога нужно все описание богодухновенно давай это снисхождение игнатий тихоныч он уже бедняга смотри спит давай а его никто и не трогает мы тут беседуем тихо мирно так пусть отдыхает человек он достает рано дай бог ему здоровья приветствую вас многоуважаемый кто такие малаки спрашивает юный никита устинов хочется сказать подрастешь узнаешь подальше но это с тобой вот в рулетке настоящий черт живой черт где ты его нашел вообще это 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 живой черт вот даже искать не надо его на то и рулетка не знаешь куда выстрелить на кого на это наткнешься ох и опасна эта штука как бы берегитесь потому что сатанаш как рыкающий лев ходит я чьи душу я никогда не рискнул бы на это перепала и смотри это и на тихо ночь хоть как-то еще да ну не не знаю я и на тихо ночь и тоже просила не надо я живой перед вами крестное знамение творю чушь так уж ну молитесь молитесь многое может брат вячеслав вышел до в чат рулетку да спасибо считай спрашивал что такие малаки слабость изнеженность молодуши и мягкие нежные анонизм рукоблудия пассивный гомосексуализм это тот кто занимается этими влияниями 1 крестом 6 9 сергей павлович ты дай ему мой сайт там у меня профессор рассказывает ну две лекции читает об этом если ему интересно пусть зайдет ко мне на канал там есть об этом этот самый важный вот такие он даже не знает что это такое название он может про на них слышал амалаки это синоним сейчас теперь знает про это читать если он этим не занимается почитает заниматься вдруг начнет пусть не уж ничего не знает вопросы на тихо с нами пока володя тут есть 8 минут у нас еще запасе малахи это над кем творится содомский грех вот прочитали пассивный то есть не активная а мужеложник это тот кто творит этот грех да так я по ним правильно господи помилуй как ты терпишься это пакость они тоже когда ослепили то пришли выйдет выведет мы познаем их гостей это трех ангелов лучше дочерей возьмите нет я слепил их страшно конечно ждем вопросов ваших все-таки приятно как бы ощущать что вот эту идею сереже козлов подхватили уже не один вот уже а с уже трое трое благовестников чат рулетки и мы всегда с ней молимся за те кто находится в чат рулетки чтобы господь сохранил их пасе христос брат как бы не вы с людмилой степановой неизвестно чем может было бы да у нас тоже молитва есть за тех кто на автомобилях ездит тоже есть своего рода опасный дтп люди идут на колесах да и за путешествие любое путешествие на транспорте это опасные путешествия да и не знаешь молитесь друг за друг друг за друга так написано но то мы ведь церковь а максим то степаненко сейчас он где он находится чем занимается род занятия его в рядовым находится в своем миссионерском отделе в томской епархии он находится томской епархии рядовым в их миссионерском отделе где был когда-то он руководителем иначе можно вопрос вот то что человек выходит например в чат рулетку и говорит он утверждает на том что это совершилось у него по молитве да то есть господь его побудил и он вышел чат рулетку это можно назвать миссии или это только как благовестие считается если вопрос это к вам вопрос игнатий тихонович к вам вопрос но я же думал что не ко мне пускай кто-нибудь ответит одно и то же дело будет выглядеть по-разному один просто будет говорить а у другого это вымолено а результат будет абсолютно разный миссия это не человеческое дело это труд духа святого а благовестие может любой брать евангелие читать уже благовестие я чему такой вопрос задал к тому что например братья по одному выходят чат рулетку а лучше бы конечно по двое чтоб один в этот момент молился рядом бы сидел а другой бы благовествовал или наоборот бы менялись бы надо так и надо или звонить например ты выходишь от рулетку позвонил там братьям сестрам кого ты знаешь что могут тебя поддержать молитвой чтобы они в этот момент именно встали на молитву молились за тебя пока ты будешь чат рулеткой сидеть по возможности конечно в перейдите аналитикуanal может решить это меня возможно сказать ear если там body видите пока рулиткой сидеть к 네로 реая может идти оно JOHN бром治 ihnen порой усiu у меня когда вы не существует им по поводу 651 2 3 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 6 6 7 7 100 17 16 7 7 7 7 8 9 9 9 10 9 10 dimension что хочу от у меня вопрос я тут немного отсутствовал и пропустил много я насколько понял ночью на молитву встаете хотел бы присоединиться уточнить во сколько час ночи по московскому я правильно понял да понял кроме воскресенья воскресенье нет общей молитвы сергей давайте на молитву стоим помолимся достойно есть я кого истину блажить и тя богородицу присноблаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без искления бога слова хорошую сущую богородицу это величало и на тихо помолитесь сергей павлович пусть кто-то другой помолится то учитесь все молиться но назначайте тогда вы да не то что я ну вот борис у нас первый попался борис семенович молитесь завершение я к сожалению не это прошу прощения не готов пожалуйста освободи меня сегодня я сразу подготовлю хорошо так кто у нас тут следующее алексей могу в могучих молись микрофон включенный можно это же как в другой раз я просто же я не умею анатолий меньшиков пошли по списку молодец небесный во имя сына твоего господа нашего иисуса христа помоги нам запомнить изучить слово твое святое и чтобы это занятие послужило нам на пользу чтобы мы имели смелость и веру крепкую чтобы благовествовать всем и всюду говорить слово твое святое проповедовать и на славным об цене твоем иисусе христе господи боже прости нас и помилуй если чем погрешили хвала тебе слава честь и поклонение просветая троица отец сын и святой дух аминь 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 спаси христос спаси христос аминь аминь спаси христос аминь спаси христос наталья благодарю за понимание спаси христос Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...